Самый быстрый завтрак, это яичница. Быстро варим кофе и в путь. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Я вас сегодня приглашаю в новый влог. Мы сегодня уезжаем из Алании, район Махмутлар, где мы прожили почти месяц. Завтра с Анталией мы улетаем в Москву. Выпуск, почему мы приняли такое решение, посмотрите по ссылочке в описании под этим видеороликом. Я пока общаюсь с хозяином, выглядываю, значит, из окошка и вижу, что к нам подъехал трансфер. Так что будем уже спускаться. Вот мы собрались, у нас коляска, у пацанов два рюкзака, три наших чемодана, еще здесь сумка с продуктами и с первой необходимостью. Все, последний раз заскочил сюда все проверить. Это наш огромнейший балгон. Еще раз вам покажу квартиру, правда, уже выключен свет. Огромнейшая гостиная. Так, и еще две комнаты справа, слева. Все, вроде все. Выходим. Капец, короче, как неудобно. Нам с тремя чемоданами. Да, это жесть, короче, невозможно. Так, давайте мини-экскурсию. Рум-тур по нашему маленькому дому из Алании в Анталию. Ребятки так уселись. Это Мерседес Вита не показала, ну, новые, короче, которые мы с Тёмиком вот так сели. Здесь еще есть автокресло. Вот, но нам оно, видимо, не понадобится. Ехать нам примерно часа полтора. В 15 минут 11 мы выехали, да? Посмотрим, во сколько мы приедем. У нас пытается здесь в Алании сейчас моросить дождик. В Анталии вроде будет нас встречать солнышком. Опа, вот такой вот у нас сегодня транспер. Стоимость 50 евро. Мы всю дорогу едем и лил дождь. А вот сейчас вот Мирончик проснулся, солнышко вышло, мы заезжаем уже в Анталию. И Анталия нас встречает. Вот такой прекрасной погодой. Мы приехали. Самое интересное, что за несколько дней специально у чувака, который организовывает, уточнил, можно ли будет оплатить картой. Он сказал, что можно, но в итоге в машине терминал-то не работает. И поэтому сейчас пытаюсь решить, обналичивать не очень хочется, потому что будет комиссия. И как бы не совсем. Но вот сейчас жду ответа. Договорились перевезти на карту Сбербанка. Я уже как-то говорил, что организовывают. Это наш земляк по цене 50 евро. По нынешнему курсу 4,150. Сейчас вот на Сбербанке мы перекочу просто. Все, отпускаем мы водители. Вот мы и ехали на таком Мерси. Мы будем жить один день и одну ночь в самом центре. У нас прям здесь. Артем, нам сюда, сынок. Это не тот. В самом центре. Вот здесь Бета Густхаус. Сейчас идем заселяться. Сейчас сначала спрошу все. Ждите здесь. Я сейчас отдал паспорт на ресепшн. Нас сейчас всех зарегистрируют. Я причем отдал все паспорта. И пока вот нас оформляют, Настенька сказала, что посмотри, как очень удобно. У нас прям здесь на входе есть наша любимая уже кнопка такси. То есть мы завтра с утра проснемся. Нам даже идти никуда не надо. Мы также вытащим сюда вещи. Вызовем такси. И отправимся в аэропорт. Сейчас нас зарегистрируют. Я сделал вам рум-тур. С виду вот мы только зашли. Как бы неплохой такой гостевой дом. Посмотрим, как внутри. Здесь вот стоит елочка. Родион уже ее разбирает. Я тащу чемодан. У нас как бы считается это первый этаж. Смотрите, как здесь вообще прикольно на самом деле. Вот наш номер. Сейчас будем заходить. Шмепс. Блин, есть немножко запах курева. Но в Турции курят везде. Ладно, сейчас занесу все и сделаю рум-тур. Приглашаю в рум-тур. Собственно, дверь, куда мы заходим. Здесь свет, как в отелях работает, тот магнита. Далее мы сразу же с вами попадаем в душевую, туалет, ванную комнату. Может, как угодно ее называют. Здесь почему-то свет только вот такой вот синий. Есть у нас здесь раковина, фен. Что-то непонятное. Мыло новое. Я, hello. Туалет и душевая. Все достаточно чисто. Единственное, говорю, культуру вот это курить, прокуренное, это, конечно, не very good. Идем далее. Дальше, смотрите. Вот такое у нас здесь пространство. Это уже непосредственно наши чемоданы. У нас есть вот такая кухонка с диваном. Светильник. Красивый ремонт. Сделано, конечно, достаточно стильно. Нравится. Есть стиральная машина. Можно даже постирать. То есть это такая мини-студия. Раковина. Газовая плита. Губка. О, даже губка новая. Далее. Посуда. У нас тоже есть. Посуда будет. Есть вытяжка. Даже есть духовка, между прочим. Холодильник. Морозилка. И холодильник. Без запаха. Это тоже очень хорошо. Здесь диван, я думаю, что он раскладывается. Стоит стол. Вот про что я ему говорю. Пепелица. Прям тут стоит. Это значит, что походу прям тут и курили. У нас есть такая тубочка под телевизор. Непосредственно сам телек. И мы попадаем с вами в комнату. Артем, как всегда, уже начинает все раскладывать. Хотя ему говорит, не раскладывай ничего. Мы завтра же уедем. Стол. Рабочая зона. Такие интересные, кстати, картины. И у нас есть кровати. Две больших. И одна маленькая. Вот так вот с этой стороны это выглядит. Просто ночничочек. И два маленьких окна. Шкаф. И, друзья, зеркало. Мебель вся в очень хорошем состоянии. Прям это, конечно, здорово. И всем гостям, то есть нас четыре человека, всем положили тапочки. Детки уже одели. И вид из окна я вам покажу на турецкий дом. Посмотрите. Прикольно. И улица. Вот такие у нас виды из мини-окошечка. Как вам номер? Напишите в комментариях. Мы сейчас немножечко выдохнем, а потом пойдем гулять в центр. Потому что сидеть в квартире не очень хочется. Плюс здесь прокурено. Вот. На улице погода просто великолепная. Мы сейчас оставим куртки. Вот в Алане они были нужны. В Анталии уже сейчас здесь они не нужны. Надеюсь, сегодня до вечера будет такая погода. Где-нибудь пообедаем, посмотрим, погуляем в центр. Я очень люблю анталийский центр. Вам все покажем, расскажем. Ляжем спать и полетим. Здесь у нас вот такой вот холл, указатели, стоит диван. И по сути, как бы типа все. И идут номера. Там, видимо, выход на балкон. А мы будем спускаться вниз. Мы вышли из отеля. Здесь магазины всякие различные есть. Сразу возле нас есть магазин Шок. Я вообще называю его Сок. Читается за Сок, но у них как бы это считается чуть-чуть по-другому. Куча всего местного, ну, то есть сладостей. Здесь вот такие кафещики мы проходили. Очень-очень узкие улочки. Тихо, дорога. Так. И мы попадаем уже на солнечную. Здесь вот даже какой-то базар есть, где можно покушать. Я, как и говорил, неоднократно. Вот мне больше по душе Анталия. Мне вот нравится этот город. Вот он такой, ну, относительно Алании. Вот он такой вот, как бы, городской. Здесь вот эти все построечки, вот эта архитектура. Вот это настоящая турецкая жизнь. То есть, ну, не курортная. Здесь в центре особенно это вот прям как бы не курорт. Здесь вот по-другому. Здорово. Я, кстати, уже говорил, что здесь в Турции интересные такие велодорожки. Они везде обозначены так вот синим цветом на земле. Стоят знаки, что мопедом нельзя, но мопеды ездят. Вот они, анталийские мусорки. Куда ты подходишь, вот так вот ногой нажимаешь. Да, вот так вот джинс. И выкидываешь туда пакет. В Алании таких мусорок нету. Это вот, видимо, тема чисто анталийская. Вот, столовка. Ага, вот, можно зайти покушать. Ну, сейчас что-нибудь выберем. Зайдем. Вот еще насика на этой стороне. Здесь прям местная история. Вот здесь клево. Вот гораздо даже получше, чем в этой Валании. Поинтереснее, мне кажется. Посмотрите, как красиво здесь в центре. Апельсиновые деревья, ярмарки, магазины. Здесь бесконечная прекрасная архитектура. Здорово, тепленькая. Мы, в общем, сейчас находимся на улице Ататюрков. Ну, здесь пересечение Ататюрков и еще что-то. Здесь вот такой вот огромнейший базар. Огромнейшие пальмы, от которых просто невозможно оторвать глаза. Все так красиво. Все вечерочком так подсвечивается. Торговые центры. Прям такая движуха стамбульская. И самое важное, обратите внимание, я вот камеру включаю, да, когда вы смотрите, насколько здесь много людей в масках. Здесь вот каждый второй, вот после Алании, контраст просто очень мощный. Здесь почти у каждого она одета. Они здесь все соблюдают. Вот покупают украинские билетики. Вот так вот. Наша стола то. Видите, как здесь базара? Много местных кафешек. Мы сейчас выберем одну из них, именно местную. Я свою главную миссию выполнил. Я уложил Мирончика, и все. И мы отправляемся гулять по великолепному центру Анталии. Вот, да. Смотрите, какое красивенькое платьишко. А я думаю, здесь можно фотографировать или нет? Возле платьев-то, ну можно. С кавенером, я за старелку. Ага. Да. Можно даже одевать дорогу для Канилкты. Вот она, реклама канатной дороги. Вот, куда мы не доехали в Канилкты. Мы там тоже хотели пожить, но в следующий раз. Обязательно это сделаем, когда уже приедем в Турцию. Нас возьмем в автомобили. Мы дошли просто до движухи с едой. Здесь они прям зазывают, давайте там туда-сюда покушаем на террасу. Здесь установлен памятник. Не знаю кому, и отсюда, смотрите, какой вид открывается. Вот она башня с часами. Вот мы живем прям возле нее буквально 2 минуты ходьбы. Видимо, это остатки крепости. Вон там у нас уже прослеживается море. Конечно, мы сейчас с этим видом сходим. Единственное, что мы изначально хотим покушать. Мы решили никуда не идти, прям здесь в центре. Зашли вот в такое заведение. Тут очень много мяса. Вот так все очень красиво жарится. Мы пойдем на второй этаж, на террасу. Нам уже принесли меню. Хотел вам показать вид, но здесь особо не видно. Мне-то видно, а вот вам, я думаю, не будет. Море, все в принципе видно. Единственное, вот эту штуку бы убрать, было бы круто. Ну и движуха вся снизу. Мы переселим, потому что с заседним столиком мы с женой начали так свалить сигареты, что мы просто сбежали. Но мы по-прежнему на террасе. Здесь даже получше сидеть. Даже море вам могу показать теперь. Заказали мы четыре супа куриных. И заказали еще две пидема. Ну типа думали к супу. А здесь они целый батон хлеба принесли. Ладно, нам приятного аппетита. Нам еще не принесли кюнеха. Нам уже принесли пидем. Мы одну с мясом уже сделали. И вторую тоже почти. И даже хлеб. Представляете, каким мы голодные. Вы пьелись уже сейчас. Дополнительно заказали еще чаечек. Вот. Настенька сидим. Настенька правильно говорит. Буду очень скучать по турецкому ФТД. Ну это действительно так, да. Мы поели на 241 лиру. Но почему-то счет нам принесли на 285. Причем это не был счет. Это просто на бумажке он сумму написал. И типа говорит, показывали оплату внизу картой. Ну типа ладно, не стали ничего перепроверять. И это пошли, как говорится, дальше. Типа как чаевые оставили. Ну и ладно, бог себе. Мы уже гуляли здесь в центре. Мы спускались по вот этой дороге. Выпуск я прикреплю в описании. Посмотрите. А мы сейчас пойдем по вот этой улочке, где висят флажки. Такая она интересненькая. Напоминает Красную Поляну. Роза Хутор, Олимпийскую деревню. Там тоже наканут флаги. Такие же маленькие домики. Ну кто был, тот поймет. У нас тут мечеть. Вон сзади он идет. Повсюду ковры. Здесь, кстати, много палаток с коврами. Здесь, кстати, вот видите машины. Здесь ездят машины. Вон они, видите? Радион, иди сюда. Сзади машина едет. Потрясающе. Здесь вот можно попить фруктовый сок. Прям свеженький. И заказать кокосик. Мы тоже, кстати, покупали кокос. Примерно 30 лир. Стоит положить на место. Это уже, кстати, выпитые кокосы. Вот. Завтрак 30. Вот, 30 лир. Вот тут дешевле. А, вот менюх, смотри. Вот. Прикольно. Так, цены вам на паузу ставьте. Смотрите, а мы будем двигаться дальше. Здесь в центре можно бесконечно гулять. Нам, Настя, нам обязательно надо в Стамбул сгонять. Да. Вот эти улочки все. Да, это. Да хотя когда? Ха-ха-ха. Хоть когда? Рамонтика. Вот, здесь можно купить себе бренды, тренды, бенды. Вот такие вот ковровые рюкзаки. Ариан, ты будешь сняла. Рюкзаки из ковра. Хоть как гнезон и все. Да. Себе хакер. Прикольно. Ходишь, бродишь в этих улочках и в один момент попадаешь уже к морю. Смотрите, какие здесь виды. Ух. Мы спустились. Самое, что интересно, что эта лестница, она настолько скользкая. И, кстати, здесь даже есть предупреждение, что она скользкая. Видимо, вот эти камни, причем не сыро, но Родион два или три раза он бахнулся на задницу. Ха-ха. Да, скользко. Если будете в этих местах, то помните, не нужно резко, уверенно забегать. Забегать на эту лестницу. И мы вот в морпорту. Вот опять упал. Я по поводу говорю. Ха-ха. Ха-ха. Гуляем в центре, прикиньте. Лежит летучая мышь. То ли спит, то ли мертвая. Может, они так спят и не дышат. Она, может быть, какого-то дерева упала с этого. Не, мне кажется, она мертвая, она не дышит. Мы приняли решение улетать. Но я думаю, что в ближайшее время мы повторим прилет в Турцию и уже будем жить в конъюнкты. Там вообще высоченные горы, там есть канатка, там видны снежные шапки. Там тоже, это русский район. Короче, там классно. Вот он, стеклянный лифт, смотровая площадка. Мы тоже на нем поднимались. Я вам показывал, смотрите выпуски. Единственный минус этого лифта, то, что стекла все у него очень сильно грязные. А еще мы, вот сколько идем в порту, очень мало русских. В основном все европейцы. Не знаю, наверное, вот русский уже сезон закончился. Либо они все пусят в конъюнкты, либо в Махмутларе, в Алладии. Здесь вот одни европейцы. А вот гоуры вот эти немецкие, какие мы еще слышали. И мне же понятно, что тоже слышали. Вот, но, в общем, я говорю про то, что в межсезонье Турция, она очень, очень клевая. И, конечно, ее посещать нужно. А вот на этой локации мы сейчас первый раз. Это типа такая некая смотровая. Видите, как прикольно. Вот они маяки. Та гора, ресторан. Мы тоже там все ходили, все облазили. Все посмотрели, изучили. Кстати, а еще в Турции ввели туристическую полицию. Она здесь в порту находится. Ну, не для того, чтобы как-то на нас кидаться, да? А для того, чтобы, если есть вопросы, нам помогать. Здесь очень много местных рыбаков. Они вот так вот скидывают удочки в море. Но я хочу вам показать цвет моря. Какая прозрачная вода. И какой красивый цвет. Обалдеть. И пошел корабль на прогулку. Мы, кстати, тоже катались вот на таком корабле только одни. А там вот он весь забит битком. Мы все-таки поднялись на лифте на самый верх. Единственное, что в лифте не получилось еще показать, что народу было очень много. Ну и плюс, видите, вот стекла в таком состоянии грязном. Поэтому я вам покажу вот отсюда всю красоту. Показывал уже, конечно. Но покажу снова. Это самая классная, пожалуй, смотровая площадка. Смотровые площадки еще есть. Вот с той стороны параллельно корабль в бухт заходит. Ну, здесь, конечно, безусловно, красиво очень. Мы решили двигаться в сторону Канилкты. Здесь недалеко от порта, буквально метров 500, наверное, мы зашли в магазинчик, где купили вот такую тарелку. Вот. 70 лир стоит. По крайней мере, мы нашли здесь тарелку. И не за доллары, не за евро, а в лиры. Здесь еще классный магаз. Сейчас нормальные цены. Кто будет, приходите сюда. Вот. Есть вот такие вообще, там, за 25 лир, например. Стоим на мосту. Интересно, конечно, здесь. Посмотрите, сколько очень много мусора. Здесь просто указательность, это был водопад. Да? Да. И, возможно, здесь и идет горная река. Но сейчас все пересохло. И очень много мусора. Нам осталось, наверное, 500 метров. И начнется район Канилкты, где живет очень много-много русских. Вот, например, в Аалании это Махмекуар. А здесь это Канилкты. Район Хурма. Еще несколько есть микрорайонов, получается. Сквер. Здесь, видите, так украшают. Даже есть фотограф профессиональный. Сидят люди с видом на море. Да, здесь вот эти обрывы анталийские. Они, конечно, очень потрясающие. Видите, парки. Так вот. Ты вот так вот сидишь, любуешь себя морюшком, дышишь этим потрясающим воздухом. Классно. Единственное, что вообще почти нету пандусов для колясок. Это, конечно, расстраивает. Я не первый раз уже говорю про эту особенность. И вот она, Стелла. Анталия с сердцем. Я очень кайфую в Турции от вот этих футбольных полей, от теннисных кортов, которые прямо на море находятся. Идем, значит, по городу. Здесь такая интересная застройка. Трамвайчики я вам показал. И посмотрите, какое здесь огромное количество автодомов. Всякие разные. Вот вопрос, там что? Есть какой-то спуск к морю. Здесь прям, посмотри, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я сейчас вам покажу. Вообще такой стильный. Вот он сейчас из-за дерева выглянет. Смотрите, сейчас. Прям красивый такой. Старый-старый, но красивый. Видимо, из автобуса переделка. Вот он синенький стоит. Мерседес, видите? Вообще прикольный. Смотри, какой синий Мерседес стоит. Автодом. Вообще классный. Не знаю. Да, и вот они спуски к морю. Вот она, лесенка уходит. Туда, снизу, к морю. Мы пришли в такое место. Не могу вам его не показать. Смотрите. Смотрите, какие панорамные виды здесь открываются. Высоченные горы в Канюхты. Пальмы, фонтан, скульптура. Кого-то не знаю. Детский парк аттракционов. Здесь также вид на всю Аланию, на все эти обрывы. Как же здорово. Сейчас подойдем к самому краю. Посмотрим, что у нас там. Но здесь какая-то лесенка. Где-то какой-то спуск. Мы вниз не пойдем. Пойдем прямо. Просто хотелось посмотреть, что здесь. Артем, аккуратно. Уже попали, получается, в Канюхты. Он отсюда уже начинается. И посмотрите, здесь есть вот такой вот прокат велосипедов. Это, конечно, как-то интересно работает. Здесь, видимо, что-то водишь. Не знаю как. Пробовать не будем. Но смысл в том, что вот в Алании и в той стране Анталии я такой не видел. Видимо только самокат. Но вот здесь есть велосипеды. Мы двигаемся дальше. Вообще идем прямо по трамвайным путям. Вот сюда, видимо. Он сюда поворачивает. Не за... А, это здесь он разворачивает. Отходите скорее. Пацаны, отходите скорее. Представляете, мы идем... Артем, отойди! Да, это оказывается этот. Видите, разворот трамвая. Смотрите, какой красавчик. Вот мы проводили трамвайчик с вами. И вот я сейчас вам покажу вид на Канюхты. Нас знаменитые пляжи. Канюхты. Смотрите, какая красотища. Да, красотища. Горы. А мы хотели гулять там. Ух ты, а вот какие скалы. Туда тоже можно пройти. Да, как здорово, что мы пошли. Да. Какой кайф. Ну пойдемте к пляжам туда. Пойдемте, заседали. Нам нужно сейчас спуститься туда. Мы еще дальше прошли. Посмотрите, какая смотровая площадка. Стоит тут такая арка с хэштегом. Анталия. Вид на море, на пляжи Канюхты. На эти высоченные горы. Сейчас мы будем спускаться на пляж. Очень хочется к морю. Очень хочется походить по пляжу Канюхты. И вместе с вами пойдемте. А чтобы нам попасть вот сюда на пляж, нам нужно преодолеть вот такой вот серпантин. И только после этого мы туда попадем. Мы немного преодолели этот уже серпантин. Наверное, процентов 50. И попадаем вот в такую красоту. Я вам покажу. Начинаются пляжи. Какая там вода. Ооо. Гляньте. Здесь уже галька, здесь не песок. Но не такая булыжниковская. Ой, какая красота. Море сегодня спокойное. Вообще спокойное. И причем я могу заметить, что в Махмутларе, вообще в Аланье, море штормит чаще. Вот даже сколько вот мы в Анталии прожили, приходили на пляжи, всегда как-то море-то спокойное. И вот сейчас спокойное. Кайф, какой кайф, а. А вот тут, видимо, еще прозрачный лифт есть. Можно подняться наверх, чтобы не ходить. А еще можно прямо отсюда просто вызвать такси и поехать там домой. Возможно, так и сделаем. У нас проснулся как раз Мирончик. Мы пойдем сейчас к морю. Я хочу вам показать вот эту набережную, которая длится. Она вообще долгая-долгая-долгая. Ну, просто показать вам, как она выглядит. Немножко пройдемся. Есть куча детских площадок, техниковых зон. Вот так вот сделаны интересные лавочки. Интересное решение. Самое клевое, что видите, не срезали дерево. Они его по кругу обошли. На этом плане вообще класс. Лифт. Вот мы к нему подошли. Там, кстати, такая очередь на подъем, что я думаю, что проще вот отсюда вызвать. Такси и домой. Потому что либо нужно преодолевать пешком серпантин и подниматься в эту гору, либо вот прям по лестнице. Но с коляской, конечно, это вообще делать не вариант. Вот она набережная. Широченная. Широченная пляж. Широченный. Вид на горы. Здорово. Самое главное, какой здесь воздух передать вам не могу. Приезжайте сюда самостоятельно, без всяких отелей и погуляйте. Ну, вам точно зайдет. Такие места на них не могут не зайти. Здесь прям как-то то ли эвкалиптом каким-то пахнет, то ли что. Вот это вот что за деревья? Не эвкалипты случайно? По-моему, эвкалипт. Вот эти вот. Тренажерные площадки повсюду. Также вот они, велосипеды на прокат. Правда, там только один. Неужели все заняты? Вот они, видите, синие. Как бы кабинки такие. Здесь есть бесплатный Wi-Fi. Вот она, стойка бесплатного Wi-Fi. Раздельный мусор вообще везде. Редко увидев, в принципе, в Турции, где просто стоит какой-нибудь общий бак. Вот, как правило. Но я так наблюдаю, что стараются они вырабатывать эту привычку. У нас солнца здесь уже нету. А на той стороне Анталии все в солнышке. Да. Вот так вот пешеходная зона. Зона для велосипедов. Везде здесь по стандарту все вот так вот. Синяя полоса для велосипедов. Вход на пляж оборудован вот такими бетонами прямоугольными. Ну а дальше все. Дальше уже просто пляж. Мы вот очень сильно расстроились, что нам не удалось пожить в Канилкты. Но мы не потеряли возможность сюда даже не доехать. Дойти просто пешком в центр. Оказывается, так близко. И по крайней мере понять, что это за район и понять, что здесь клевенько. Очень клевенько. И теперь действительно, что если мы сюда приедем, то, естественно, мы первое, что мы сделаем, это заселимся именно в Канилкты, чтобы изучить этот район. Потому что каждый район Турции, он вообще совершенно разный. И мы хотим в каждом пожить и в каждом проникнуться. Посмотрите, сколько здесь еще зон отдыха. Этот теннисный корт. Детские. Такие площадки. Еще есть вот такие площадки. В общем, здесь вот чуть дальше углубляешься. Я не представляю, что дальше там будет. Ну, в следующий раз посмотрим. Сейчас просто хотим уже возле моря просто посидеть. Уже дело вон к вечеру, к закату. Неронтик проснулся, привет, сынок. Вот. И все, наконец-то мы на пляже. Вот такой вот пляж. Галька, галька мелкая. Такая приятная, как в Адлере. Пляжи, ну, достаточно пустые. Смотрите, как прекрасно пробиваются лучи солнца сквозь все эти тучи. Блин, великолепно. Камера, конечно, не передает всей красоты однозначно. Но все равно красиво. Здесь вот вообще такая мелкая-мелкая галька. Вон вид на всю Анталью. Вот как будто бы, знаете, вот сейчас смотришь на эту галечку, как будто бы в родной Адлер вернулся. Правда, море средиземное. Конечно, оно красивее. Опа. Ну, давайте подойдем поближе. О, как намыло. Смотрите, этот цвет. Этот прекрасный цвет воды. Привет, привет, море. Ой, какой кайф, ай. И вот они горы. Вот сейчас, если бы там не было облаков, мы бы с вами наблюдали заснеженные шапки за вот этими и так высокими горами. Есть еще выше, там где уже все лежит снег. А вон там на горе что-то какие-то статы. Видимо, вот как раз туда идет канатка. Тоже в этот раз мы это не попробовали. В следующий раз обязательно это сделаем. Мы доехали, добрались и решили добраться на такси. Так. Опа. Все, мы уже заходим даже в отель. Так, и самое что интересное, за такси вышло 23 лиры. Мы будем отдыхать. Завтра нам предстоит перелет. Не два часа, как из Краснодара в Анталию мы летели, а целых три с половиной часа, потому что мы летим в Москву. Об этом, конечно, как всегда будет выпуск. Покажем, как перенесем перелет, покажем самолет. Короче, все, как всегда, мы делаем. Подписывайтесь на канал. Не забывайте поддержать данный видеоролик своим лайком, написать комментарий. И до завтра, до нового выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок